В 2016 году Федеральная служба безопасности предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом на коллегии ведомства заявил Владимир Путин. В своём докладе глава государства оценил итоги работы службы за прошлый год и поставил задачи на будущее. Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд серьёзных, ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают. Число преступлений террористической направленности вновь снизилось. Есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных мер. Президент отметил, важнейшим направлением деятельности ФСБ является борьба с экстремизмом. По словам Владимира Путина, необходима профилактика для предупреждения таких проявлений, в том числе и в интернете. Глава государства также заявил, в современных реалиях повышенные требования необходимо предъявлять к органам контрразведки. Так как активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны. В своём докладе Владимир Путин отметил важность совершенствования систем защиты государственной тайны, особенно в условиях перехода ведомств на электронный документооборот. Количество компьютерных атак на официальные государственные ресурсы в прошлом году, по сравнению с 2015, выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Обеспечение экономической безопасности государства и борьба с коррупцией также являются приоритетами работы ФСБ, отметил Владимир Путин. Особенно тщательно прошу следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ, я об этом уже неоднократно говорил, на важнейшие информационные и инфраструктурные проекты, на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь по-прежнему много. Президент попросил руководство ФСБ уделить особое внимание охране, обустройству и укреплению участков границ с неразвитой инфраструктурой, прежде всего на дальневосточных рубежах и в арктическом регионе. Прежде всего необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок. Жёстко пресекать любые виды контрабанды от оружия до наркотиков и до различных биоресурсов. В заключении своего выступления президент поблагодарил сотрудников ФСБ за работу, пожелал успеха в дальнейшей службе по защите интересов и национальной безопасности государства и граждан. Продолжение следует...